Всем добрый вечер, прежде всего, но добрым его не назовешь, потому что на сегодняшний день ситуация на дорогах Кингисепского района, скажем так, имеет выпивающие факты, это связано с наездом на пешеходов. Участились такие случаи и на сегодняшний день за те последние два месяца уже произошло 12 ДТП. В этих 12 дорожно-транспортных происшествиях связано с наездом пешеходов погибло 3 человека, ранены 12. В этих 12 раненых входят еще и те 4 несовершеннолетних девушки, которые переходили Криковское шоссе поблизости от торгового центра, направляясь в город Кингисеп. Но хорошо, что все хорошо закончилось в том плане, что они лишь легко пострадали. Но сразу 4 пострадали, это резонансный случай. Ситуация такова на дороге, что погодный фактор повлиял, а отсутствие белого снега и недостаточное освещение, искусственных источников привело к тому, что наезды происходят в настоящее время в большинстве случаев на пешеходных переходах. Погибшая женщина в городе Ивангороде, также непосредственно в близости от пешеходного перехода. Гурлёва, населенный пункт не освещенный. Последние ДТП в пятницу с погибшим человеком на пешеходном переходе, который переходил в федеральную трассу Нару. Много пешеходов, которые пострадали на регулируемых пешеходных переходах. Это площадь Николаева, два пешехода, в том числе и ребенок, который был сбит водителем. Поэтому госавтоинспекция предпринимает ряд мер, которые направлены либо на снижение, либо вообще на локализацию данного ДТП. Такие меры, как работа в отношении собственника уличной дорожной сети по приведению ее в нормативное состояние, а именно увеличение уровня освещенности на пешеходных переходах, хотя бы, в целом способствует снижению данного вида ДТП. Второй метод, это работа уже на сегодняшний день, старый забытый способ, работа с СГУ, громкоговорящие устройства, которые занимаются инспектора ДПС, профилактикой, а именно те лица, которые перешли проезжую часть в неустановленном месте, их при помощи громкоговорящего устройства отдергивают и направляют на пешеходные переходы, чтобы они впредь больше не нарушали. Помимо всего прочего, по новому законодательству с июля месяца госавтоинспекция Кенгисепского района уже на сегодняшний день за отсутствие светоотражателей вне населенного пункта привлечено 91 пешеход, привлечен к административной ответственности. Да, как бы это ни казалось сурово, когда выписывают инспектора штраф в сумме 500 рублей тому пешеходу, у которого отсутствует светоотражатель, но тем не менее спасение того же пешехода не на совести инспектор ДПС, а того пешехода, у которого отсутствует этот светоотражатель. И вот как раз таки этому в большей степени сегодня посвящено мероприятие, когда мы попросили, скажем так, оказать помощь ряд организаций, чтобы посодействовать в этом вопросе, а именно приобрести и подарить пешеходам, у которых они отсутствуют светоотражители на одежде в темное время суток. Отклик у нас одна, пока на сегодняшний день одна организация, две еще приобретают, но вот в большей степени хотели бы их поблагодарить, потому что немного сегодня встретишь взаимопонимания от коммерческих организаций, которым не безразлична судьба наших жителей и гостей города. Почему? Потому что это все, как правило, упирается в недостаточность финансирования. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, эта акция ГИБДД совместно с компанией Ликота, которую предоставили, нужна она вообще? Конечно, конечно. Нужна? Конечно, нужна. Я на сегодняшний день представляю интересы логистической компании, которая занимается транспортными перевозками, пассажирскими перевозками на территории Кингисеппа и Кингисеппского района. На сегодняшний день, как все, наверное, слышали из новостей и читали из газет, у нас участились случаи с пешеходным травматизмом. В частности, это наезды на пешеходов как в пешеходных зонах, так и в непешеходных зонах. Так вот, нашей компанией совместно с ГИБДД города Кингисеппа было принято решение провести мероприятие и оснастить, по возможности, часть пешеходов, в частности, юных пешеходов, светоотражающими катафотами. Нашей компанией была закуплена часть катафот, которые мы готовы сегодня раздать пешеходам на активно движущихся пешеходных переходах. Я, как руководитель логистической компании, переживаю за безопасность пешеходов на территории Кингисеппского района, гостей нашего города. Нашей компанией приобретено было порядка 400 катафот, чтобы можно было как-то посодействовать и сделать, скажем, такой первый шаг. Надеюсь, что, увидев наше мероприятие, другие коммерческие организации также возьмут во внимание данный факт и проявят инициативу и посодействуют тоже безопасности пешеходов нашего города. Скажите, вот эта акция ГИБДД вообще нужна? Конечно, конечно. А вот до этого, как вам дали катафоты, вы задумывались вообще о своей безопасности? В школе выдавали. В школе выдавали, да? Ну, а как считаете, нужно носить такие катафоты? Детям, да. Ну, и вообще, взрослым. Самые глобальные проблемы – это освещенность пешеходных переходов. Над этим вопросом мы работаем, и есть уже ряд судебных решений. Как раз-таки исполнение одного из судебных решений привело к освещению Криковского шоссе на выезд в сторону поселка Услуги, то есть на этот торговый центр Курлока. Это было судебное решение. Оно исполняется, срок исполнения – декабрь 2015 года. На настоящий момент мы наблюдаем, что там освещение появляется, веря таких еще параллельных. Ситуация самая негативная сегодняшний день присутствует в городе Ивангороде. На сегодняшний день больше всего ДТП резонансных произошло там. На пешеходных двух переходах одна женщина погибла, одна пострадала на пешеходных переходах и вне пешеходного перехода. Вот там ситуация со освещением вообще вопиющая. В Ивангороде часто отключают свет? Свет в 12 ночи сразу отключен. Если на улице? Да, да. Несколько света. Потом, значит, где-то на сколько? По второму что-то включают? Или нет? Два с чем-то. Этот свет включают и в 4-5 выключают. И когда вот на поезд мы едем, на поезд 5 часов, вот представляете, вот с того района снова, в темноте. На сегодняшний день в госавтоинспекции инициирована проверка в части уголовного деяния по поводу неисполнения тех норм и правил, которые обязывают работать освещение в темное время суток. Мы на сегодняшний день в рамках проверки уже установили, что оно выключается умышленно, по графику. И вот этим действием будет дана своя ответствующая оценка. А те пешеходные переходы, которые на сегодняшний день не обустроены должным образом, там продолжают нести службу. Инспекторы должны по данной службе контролировать соблюдение правил проезда пешеходных переходов, ну а также пешеходов, которые переходят на спрещающий сигнал светофора. Но сегодня мы возьмем во внимание город Ивангород и город Кингисепт именно в части профилактики. Если, скажем так, прежде всего те же пешеходы будут исполнять законодательство, а именно не нарушать правила дорожного движения, обращать внимание на то, в чем они одеты, цветовая гамма одежды и наличие светоотражательных элементов, прежде всего пешеходов, чтобы они убедились в том, что их пропускают и переходили уже тогда проезжей части. Я думаю, пешеходы не все понимают до конца и осознают, что остановить двух- или трехтонную машину за секунды, считанные секунды, тяжелее, нежели начать переходить проезжую часть и не убедиться, что тебя пропускают. Поэтому жизнь пешеходов, прежде всего, в руках самих пешеходов. Поэтому на этом мы сейчас и нацелены, и посмотрим, что в целом творится у нас на пешеходных переходах. Хотелось бы просто сказать, что оно рекомендовано на селевом пути, а мне на селевом пути оно лежит нам в порядок. Поэтому сейчас проходит фронтологическое мероприятие пешеход-пешеходный переход в рамках данного фронтологического мероприятия. Вам такой светоотражающий знак, чтобы вы помнили. Да, вспомнили и успокоились о безопасности. Где тут пешеход, который, кстати, человек, погиб, у нас ранен. Вот будьте, пожалуйста, поднимать и не забывать. Ходить можно? Спасибо. Спасибо. А вы сражающие элементы? Нет, да. А знаете, что рекомендовано на селевом пути? Мы рекомендовано, мы знаем, но не населено округло. Вот это порезно. Обязательно. Это делается для того, чтобы водители, так сказать, когда будете в доме одежде, водители могли обратить на вас внимание. Все верно, сам водитель, сам знаю. Совершенно с этим согласен. А можно и детям взять? Двоим детям. Как вы думаете, нужна вот такая акция ГИБДД проводит? Конечно, нужна. И во-вторых, это, если бы еще вот как в цивилизованных странах бы делали бы нормальные пешеходники, вообще было бы шикарно. Понятно. Понятно. Ну, я думаю, что только в нашей стране это будет лет через 300. Почему? Вы не верите в нашу страну и что реально изменить ситуацию? Потому что мы от всего мира, к сожалению, отстаем минимум лет на 300. А скажите, от кого это зависит? От нас с вами или от правительства? Или от кого это зависит, что мы отстаем? Это провокационный вопрос. Обращаем внимание, что мы пешеходов были в темное время суток. Строжающие линии у вас есть? Нет. Хотелось бы напомнить, что в темное время суток в городе необходимые сроганки рекомендованы, а мне на сроганод обязательно порядка должен быть строжающий линии. Пешеходов, это возвращающий, чтобы вас виден. Давайте вы каждый получите, в следующий раз повесите на видно место и будете соблюдать правила дорожки движения. Все-таки напрямую делать запасы. Правильно? Да. Получаете? Спасибо. Здравствуйте. У нас проводят конкурс и демокриятия пешеходов, пешеходный переход. Для обозначения в темное время суток на всех участников дорожного движения пешеходов должны быть строжающие линии. Для вас его линии? Это вам сейчас его дадут. Вы повесите его на видно место? У вас есть строжающие элементы? Нет, к сожалению. Доброю. А в населенном пункте рекомендовано, а мне всеми пунктам обязательно. Ну, в целях того, чтобы вы стали более заметны в пешеходном переходе, вам дарят строжающие элементы. Спасибо. Оденьте, пожалуйста, наступите их куда-нибудь в доступное место. В темное время суток рекомендовано носить на себе элементы с строжающими предметами. Поехали вам, как раз, подарят, так как я вижу, их нет. Чтобы у вас были участники в движении водителя, когда вы ходите по проезжей, если вы переходите на пешеходный переход. Но, в целом, на улице, вам в светоотражающие элементы. Спасибо. Вручить светоотражающие элементы, да, и порекомендовать в городе носить в вечернее время суток постоянно, да, чтобы вы были заметны, а в ненаселенных пунктах это не рекомендовано, а входит в обязательное применение пешеходами. Так что для вас и для вашего ребеночка возьмите, пожалуйста. Продолжение следует...